здравствуйте дорогие товарищи здравствуйте дорогие друзья спасибо вам за то что смотрите вот это все за то что пишите комментарии за то что материально поддерживаете канал это очень приятно поверьте мне да не буду лицемерить ну солнце бьет прямо в морду лето в лицо то есть простите у меня же лицо я же культурный парень человек точнее нью-йорк сити вот у меня на груди нью-йорк самое банальное что говорят про этот город что это сумасшедший город это безумный город ребята он никакой не сумасшедший никакой не безумно просто очень большой и там очень много чего происходит поэтому там очень интересно на самом деле и кстати в комментариях меня просили поговорить о пластинке сам таймон нью-йорк сити джона лена их у меня две как и разных других тоже иногда по 2 иногда по 3 но это совсем старенькая так получилось что вот как-то много лет уже ей много лет и было до того даже как я ее приобрел ну и на самом деле еще на всякий случай новенькая есть такая сан таймон нью-йорк сити до 1972 год джон леннон и очень много людей меломанов отечественных кстати грязь западными я не говорил об этом альбоме я знаю одного человека который пишет в комментариях это саша цалихин мой друг который живет в нью-джерси он этот альбом любит единственное что я знаю западные слушатели но условно западный саша он все-таки русский человек просто давно очень живет выпускает там пластинки между прочим некоторые показывал уже здесь привет большой саша царевич привет вот это что касается отзывов оттуда отзывы которые я читаю в интернете они полярно противоположные что огромные части битломанов и не битломанов и просто меломанов от пластинка не нравится а другая часть превозносит ее до небес и называют едва ли не не лучшим но как правило номер два альбомом там одни после пластикона бэнд в другие после имэджин что это вот такой мне пластинка очень нравится на самом деле я ее недавно совсем переслушал и понял что она мне очень нравится и как ни странно сейчас опять скажут в комментариях напишут опять рыбин сказать вы это самое как бы вы ну смысле хочет себя показать умнее чем все остальные ничего подобного я не умнее я глупее многих что я обычный такой же в общем да так вот очень нравится вторая пластинка неожиданно мне понравилось общем она мне всегда нравилась но я не воспринимал как-то всерьез ну так такое такая шиза ну на самом деле шиза не шиза очень интересная вещь да альбом весь посвящен если не политики то тому что происходит вокруг может быть из-за этого и негативная реакция была у массы критиков у массы слушателей у массы битломанов это отдельная категория граждан все привыкли что джун ленн поет джун ленн это битлс да это битлс это битлс это красивая музыка интересная новая в поиске разнообразные открытия находки и все безумно красиво очень красиво да и ленн после этого выпустил до пластиком и бэнт и мэджинд изумительная музыка изумительная и она такая как бы общая про хорошее про все хорошее но пластиком и бэнтон про себя внутренние до драматичные на разрыв прекрасная пластинка одна из лучших наверно пластинок рок-музыки вообще на мой взгляд для чего существует это самая рок-музыка если не для честного откровенного высказывания но при этом если человек умеет еще играть и петь это вообще замечательно лучше вообще ничего не придумаешь но это все-таки это такая такая музыка которая не реагирует на вещи которые принято назвать грязными грязная политика вот я не интересуюсь политика это грязь это ложь обман фу я нет я выше этого я слушаю музыку и мне все как бы так хорошо да политика какие-то тюрьмы суды какие-то что это вообще это грязь это не тема для песен вообще да а джун леннон вдруг бац и выпустил альбом жесткий про тюрьмы про суды про в анжелу дэвис про политику про я извиняюсь замечательная песня про мало и ричарда никсона да ну я к ней подойду и конечно это было что такое чего это полез поле вот многие кстати пишут и про отечественных музыкантов чё он полез в политику чё ему пел бы песни просто чё в политику полез а почему бы нет вам музыкант что не человек выйти на улицу поговорите с любым из проходящих мимо людей если будете говорить долго то рано или поздно вы свернете на политику вот я гарантирую вам на какую бы тему мы не заговорили если больше 15 минут будет беседа все равно свернете на а вот эти а и те а ты что думаешь а как а как они поступят а наши как они как а те как и все все равно это будет потому что без политики никуда мы не денемся это часть жизни не совершенно неотъемлемая от нашего существования выбросить ее невозможно мы в ней живем как вы можно игнорировать никак вот джон леннон не проигнорировал чем вызвал волну неприятия этого альбома ну время все расставил на свои места потому что песни очень хорошие группа или fans memory которая сопровождала джона и йока в записи очень хорошая мощная американский звук плотнейший с духовыми со всеми делами просто наслаждение у нас дни гравды волк жесткий пробивной можно сказать рок-н-ролл но это не рок-н-ролл это просто настоящий рок такой и джон поет так что вот веришь каждому даже не каждому слову а каждой букве произнесенные то есть настолько откровенно никакой эстрады никакой эстрадности никакого подстраивания подслушателя как его угодить вот здесь спою так здесь второй голос пропишу чтобы это было красиво да как у джеффа лина в это что было красивенько чтобы это покупали крутили по радио чтобы женщины и мужчины утром включали радио и там льется этот божественная музыка ничего подобного очень жестко очень правдиво прямолинейно и деструктивно в каком-то смысле sisters sisters замечательная песня уона которая начинается с пафосного поступления оркестрового а потом превращается в какую-то такую детскую песенку очень миленькую очень хорошую атика стоит лена она поют вместе еще грубее еще жестче еще 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 резче чем woman is the nigger of the world просто ну про тюрьму песня что тут что тут скажешь жестко были беспорядки в тюрьме часть заключенных погибло во время этих беспорядков такая песня а как по-другому а люди скажут вы нашли о чем петь о беспорядках в тюрьме тьфу ну не знаю не знаю русская поговорка есть до тюрьмы от сумы не зарекайся поэтому такая же тема для песен как и любая другая может быть даже интересней born in a prison трогательная песня и около на и нью-йорк-сити ленона традиционный леноновский гитарный мощнейший рок-н-ролл в широком смысле этого слова очень мощно санды блэди санды единственная песня которая мне тут не очень нравится но на вкус и цвет товарищи нет кто-то может быть скажет что это лучшая песня мне она как-то не не пришлось the luck of the irish ирланд с ирландским креном какая-то такая балладная история тоже не очень меня как-то она вдохновляется но тем не менее лучше многого другого вот а вот джон синклер рваная совершенно с неожиданными с неожиданными сбивками какими-то такое ощущение что игла прыгает на проигрыватели но нет не прыгает так и надо так но когда эти сбивки кончатся они нелогичны очень но интересно вот этим штука и интересно анджела анджела дэвис песни ленона и йока не знаю кто я написал я думаю что на самом деле я думаю что пополам и и написали потому что она настолько музыкально интересно в рефрине сначала вроде все спокойно и хорошо а рефрен по просто вот какие-то отголоской отголоски битлз какие-то просто возникают очень здорово и уилда вот а песня песня йока я могу ее назвать может быть лучшей песней этого альбома при всей любви к джону ленону ну тут какой-то прорыв произошел у йока и если эта песня была записана году в 79 не всеми сторон она была бы в хитах в топе там песен новой волны что ну она офигенная она просто настолько смешная с одной стороны с другой стороны музыкальная и глубокая да мы не видим никакой разницы между председателем мау и ричардом никсоном если мы их разденем догола да ну и дальше 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 то есть все люди равны все люди такие и все это вода и мы все испаримся и что там председатель мау и ричард никсон это полная ерунда ну а что касается второго альбома на первое стоит две вещи колл траки и don't worry kioca don't worry kioca ну колл таки старая песня которая написана 69 году еще и она в общем весьма драматично потому что она посвящена резкой завязки трактуете как угодно резко завязал а это страшно это тяжело это неприятное ощущение и все такое прочее но очень мощно сыграно просто 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 вовсю гитарный рев леннон поет с хрипотцой искренне переживая ту боль которую он испытывал тогда в 69 году эта боль осталась с ним навсегда потому что такие вещи с которыми он боролся они не оставляют человека никогда с ними борьба происходит постоянная в той или иной форме она уходит приходит но внутри она все равно сидит и вот это вот эта боль она здесь пропета что касается группа сопровождения которая помогает здесь джону леннон и йока она эрик лэптон джордж харрисон билли престон и куча-куча-куча народу включая кита муна не помню я кто еще там или ну там там в целом играет 10 человек и вот эта плотность игры десятерых виртуозных музыкантов я не помню в интернете посмотрите список артистов там все звезды и в ломили так что будь здоров это концерт происходил в лондоне посвященный какой-то встречи годовщине или чему-то там юнисеф организация при он который занимается помощью детям и вот этот большая как этого такая ассамблея где вот этот гигантский состав с участием харрисона клептона леннона кита муна билли престона и там еще 15 человек не 15 там поменьше до сварили такую музыкальную кашу я подхожу к don't worry к йо к произведению этот джем этот джем который играет 10 музыкантов высшей лиги каждый из которых умеет играть и слышит всех остальных йо к поет свои безумные рулады и это вроде бы джем с одной стороны а с другой стороны слушаешь и понимаешь что это такое ощущение что от все от репетировано в нужном месте вступают духовые в нужном месте убыстряется темп ускоряется до барабаны в нужном месте начинают менять рисунок и все так это долго и круто на самом деле очень похоже на смесь хоквинд и кэн если кто любит такую музыку то это просто просто кайф такое погружение в этот джем и энергично быстро жесткое и и все правильно сыграно все здорово сыграно и гитары и бас играет клаус в урман там все как надо просто удивительное дело такой джем ощущение полного полного полной прописанности заранее что касается второй стороны это концерт группа the mother of invention на котором оказались неожиданно джон леннон и йоко вона и спели сыграли с ними well baby please don't go первая вещь очень кайфово ленн сыграл свои рок-н-ролльные дела заппа сыграл соло на гитаре неожиданно леннон там кричит заппа ну а дальше просто нормальная музыка группа the mother of invention в сопровождении лена на йоко вона если кто любит ранние концерты mother of invention то здесь в полный рост все это присутствует они бывают такие бывают сики но это нормально в том же духе все в общем пластинка отличная интересная и тысяча процентно не попсовая вот чем она и отторгла от себя массового слушателя потому что никакой поп музыки здесь даже близко нет это чистый откровенный жесткий прямой рок я бы назвал его панком но это не панк да это все таки это чистый обнаженный голый с голой душой леннон такой же как на пластинке пластика на band и некоторые называют это даже вторую частью пластика на band по ярости по откровенности по игнорированию всех законов шоу-бизнеса я пошел пить все ешьте побольше жирного пока